Что такое интегративная медицина? Что она интегрирует? Врачам приглашение двигаться в направлении реабилитации. Здоровый человек болеет? Он может болеть? Или если он болеет, значит он нездоровый? Фильтр он позволил очень быстро отделить зерна от плевел. Такой уже осознанный подход. Осознанный. Восточная медицина существует там намного дольше, чем доказательная медицина. Насколько у нас хватает ресурсов тела? Это зависит от души или у нас есть биологический ресурс? Чтобы найти приоритетное нарушение на том уровне, от которого зависят все остальные. У нас где-то учат народной медицине? Не хватает знаний современных методов психологии и психотерапии. Единой системы, которая не заканчивается со смертью тела? Да, взаимосвязанной системе. Делай раз, два, три и будешь счастливым, здоровым, богатым, успешным. Александр Александрович Красильников. Кандидат медицинских наук, врач-травматолог, ортопед, мануальный терапевт, кинезиолог, падиатор. Президент Межрегиональной ассоциации прикладной кинезиологии, доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Российского университета медицины Минздрава России. Вячеслав Иванович. Добрый день. Приветствую, профессор Александрович. Вячеслав Иванович Пичугин. Кинезия, стеопсихопрактик, врач-эпидемиолог, врач-восстановительной медицины. Остеопат Европейской школы остеопатии. Преподаватель Академии медицинской кинезиологии и мануальной терапии профессора Васильевой. Рад вас видеть. Несколько мы с вами встретились, побеседовать, поговорить. И такой сразу с места в карьер вопрос меня всегда интересовал, ну и волновал. Мы говорим об интегративной медицине, и вы как врач-эпидемиолог, врач-восстановительной медицины, стеопат. Почему так много подготовок? Почему так много направлений? И ваш курс в Академии называется «Кинезио-остеопсихопрактика». То есть тоже и кинезиология, и психология, и стеопатия. Это действительно так много всего нужно? То есть не получаете ответа в каком-то одном направлении? Почему так много? Очень хороший вопрос. Это зависит от того, какой запрос у специалиста, который развивается. Если есть люди, которых удовлетворяет то направление, которое они осваивают, они становятся хорошими узкими специалистами, они четко понимают, где границы, где они могут помочь, где они могут, и говорят, вот это моя сфера, это не моя, и спокойно живут, и их все устраивает. Меня это никогда не устраивало. Мне хотелось, если уже помогать человеку, то помогать всесторонним. И вот именно поэтому, наверное, каждый из специалистов, кто осваивает несколько направлений, идет по этому пути, он осваивает какое-то одно направление, через некоторое время он понимает, что здесь есть свои ограничения, и он решает, какое другое направление ему ближе, которое позволит расширить возможности, его возможности как врача. Он его осваивает, потом он понимает, что здесь тоже есть ограничения, и тогда он осваивает еще какое-то направление. И могу сказать так, что по мере того, как мы все больше и больше познаем строение человека, что им управлять, мы понимаем, что те дисциплины, которые были, нуждаются в трансформации, нуждаются в развитии, нуждаются в интеграции. Но моя последовательность освоения направлений все-таки началась в психологии, в психосоматике еще в 90-м году, где было интересно это направление. И наверняка вы слышали про реберфинг, про голотропное дыхание, вайвешинг. Я был в команде одного из специалистов, который этим занимался, проводил очень много семинаров, сам занимался. И в то время была надежда, что если человек как следует продышит, свой организм освободится от тех блоков, которые он накопил, то в принципе он будет счастлив, и все будет хорошо. Но через некоторое время стало понятно, что да, это существенно улучшает его состояние, но хватает ненадолго. Одна-две недели. Потом постепенно все возвращается. Почему? Потому что освобождение от накопленной энергии не означает освобождение от причин, почему она копится. А это установки, это программы, это какие-то передачи с родителями переданные, агенно-родовые какие-то выживательные программы. Все это никуда не исчезает, и все это продолжает работать. И поэтому следующий этап – это работа именно с психологией на более профессиональном уровне. В то время это было нейролингвистическое программирование, в то время это была гештальтерапия, и в то время это была дианетика с ее инграмами и проработками. То есть современные методы психотерапии, психологии, которые я все изучил. И казалось бы, ну вот все, вот этого достаточно. Но приходило понимание, что кроме психосоматических нарушений, есть еще соматические нарушения. Я как раз хотел уточнить, что неужели все можно решить через психологию? И поэтому следующее направление – это работа с телом. То есть у вас получилось немножко наоборот. Обычно люди идут от тела более высоким материям, а вы, так сказать, зашли с другого стороны. С другой стороны я зашел. И тогда мне стало интересно в то время мануальная терапия. Я прошел несколько курсов переквалификации, какие-то основные навыки усвоил и начал применять. Но через некоторое время я понял, что этого тоже недостаточно, что здесь гораздо глубже можно идти. Оно по пути погрузился в восстановительную медицину. Немножко про историю. Откуда она взялась? В 2009 году, в апреле, она была утверждена приказами здрава и соцразвития. Как направление, которое должно работать над восстановлением здоровья, привлекает до этого разные направления – уротологию, реабилитацию и так далее. Но, к сожалению, она просуществовала меньше двух лет. В феврале 2011 года, приказом того же ведомства, которым она была создана, эта должность была устранена. Врачам приглашали двигаться в направлении реабилитации, мануальной терапии и так далее. И именно во время освоения восстановительной медицины я узнал о прикладной кинезиологии и остеопатии. На одном из практических циклов, это было в санатории, я встретился с человеком, который меня познакомил с этими направлениями. И как только мы закончили, я приехал к Людмиле Федоровне для того, чтобы узнать, о чем это. Мы поговорили. Людмила Федоровна сказала, что это прикладная кинезиология – это, в первую очередь, нервная система. Это работа с нервной системой. И пригласила учиться. Но мне хотелось больше погрузиться в работу с телом с тонкими ощущениями. Потому что в то время ходили слухи, что остеопат может творить чудеса. Это первое. Второе, остеопатия была менее доступна. Ее обучением занимались зарубежные специалисты в основном. И только-только нарождались местные школы. И мне хотелось погрузиться в эту тему. Я пообещал Людмиле Федоровне, вот я освою, и я вернусь. А это было в 2006 году. Вот наш разговор. И тут же я ушел в остеопатию. Четыре года были занятия с полным погружением. С выездами в европейскую школу. Летними, десятидневными. Еще более глубокое погружение. Сдача экзаменов ежегодно. Ну, могу сказать, что все сдачи я прошел хорошо. И был одним из, ну скажем, лучших выпускников, который с этим справился. В течение года я практиковал. И потом я пришел заниматься прикладной кинезиологией. Это был 2011 год. То есть это такой уже осознанный подход. Осознанный. Что же меня привлекло? А меня привлекла особенность мышления прикладных кинезиологов. Да, с точки зрения работы руками, она, конечно, уступает остеопатам более мягким, более изощренным. У которых много техник на все случаи жизни. Но меня привлекло то, что прикладная кинезиология работает с тем, чем не работает остеопатия. Благодаря мышечному тесту, мануально мышечному тестированию. Остеопаты очень хорошо чувствуют ограничения движений. Они чувствуют ритмы. Они могут освобождать какие-то компрессионные напряжения, убирать на более глубоком уровне. Но они не работают с причиной. Там есть установка, что если вы уберете нарушение подвижности, то функция восстановится. Потому что они взаимосвязаны. Во многих случаях это справедливо. Но в некоторых случаях этого недостаточно. И убедившись в этом на практике, я начал изучать прикладную кинезиологию. В первую очередь для того, чтобы расширить свой арсенал применения методов работы с другими системами, с которыми остеопатия не предлагает эффективных методов. Ну какие это системы? Это обменные процессы. Это эмоциональные процессы. Это меридианы. Вот это то, что мне было интересно. И в первую очередь я это осваивал. Ну в конце концов познакомился со всеми направлениями прикладной кинезиологии. И это меня на время удовлетворило. Но я увидел, что ни остеопатия, ни прикладной кинезиологии не хватает знаний современных методов психологии и психотерапии. Те методы работы, которые применялись в прикладной кинезиологии, кинезиологии, ну скажем, это начального уровня для временного приведения к какому-то равновесию, к нейтрализации состояния. Но они надмительно не могли помочь, потому что та же самая причина, те же самые программы, родовые установки, они никуда же не исчезали. Они продолжают действовать. И вот понимание того, что этого направления не хватает, побудило меня создать кинезио, это кинезиологические подходы и методы, остео, это остеопатические техники и методы, и психологические методы, которые включают все самое эффективное, с чем я знаком. И здесь еще очень важный момент. Мне удалось создать систему ускоренного обучения, потому что есть подводные камни и психологии, и в остеопатии. В прикладной кинезиологии их нет, потому что тест четко показывает, ты правильно делаешь то, что тебе предлагают, или ты ошибаешься. В остеопатии нет такого четкого критерия, что курсант усвоил технику, он ее выполняет правильно. Таким критерием является ощущение преподавателя, что курсант все делает правильно. А в психологии та же самая. Там еще больше тараканов. Очень много концепций, подходов, теорий. Но критерия в том, что вот эта концепция, она помогает человеку гармонизироваться и улучшать качество своей жизни, решать свои внутренние проблемы, кроме того, что тебе стало легче, стало, ну и хорошо. То есть, субъективное такое одобрение. Когда я понял, что каждый метод, каждое направление я могу пропустить через сито обратной связи, двойной обратной связи, это ритмы внутренние, да, когда человек решает какие-то свои проблемы, а он становится более подвижным, текучим. И мышечный тест. Вот этот фильтр, он позволил очень быстро отделить зерна от плевел, что работает, что не работает. Благодаря этому мне удается в очень сжатые сроки научить курсантов чувствовать ритм, корректировать его. И они уверены, что у них это получается, потому что они имеют двойную обратную связь. Также мне, благодаря этому двойному тесту, удалось очень быстро понять, какие методы современной психологии реально работают, а какие вводы будут. И благодаря этому удалось отобрать те методы, которые реально работают. И подтверждать их на практике. Ну вот вы говорите, сжатые, в принципе, насколько сжатые, чтобы мы понимали, да? Объясняю. 18 семинаров. С каким? Из этих 18 семинаров, 9 семинаров остеопатические. То есть это многослойная пальпация, настройка на ритмы, это постуральные оценки, работа с датчиками, ну, по крайней мере, оценка работы датчиков. Три семинара работы со структурой, снизу вверх. Два семинара, это висцеральная коррекция, диагностика. Два семинара краниальная, в том числе и стоматогнатическая система. В рамках висцеральной диагностики и коррекции основы биохимии, минимально необходимые, которые может курсант использовать. В рамках работы с стоматогнатической системой мы разбираем алгоритмы взаимодействия со стоматологами, с ортопедами, с ортодотами. И уже есть алгоритмы, которые позволяют четко понимать, где... психопрактика. Более того, те стоматологи и ортодонты, которые закончили этот курс, останутся очень довольны. Да, и теперь они это применяют в своей практике. И на ближайших конференциях, которые нам будут, можно будет предоставить им слово, чтобы они выступили и рассказали. Возьмите это на заметку. А сколько между семинарами у вас проходит? Один месяц. Месяц. То есть, это получается 18 семинаров, это полтора года, да? Один год и восемь месяцев. Мы начинаем в сентябре, заканчиваем в феврале. Ну, я рассказал оба стеопатических, там, значит, получается 9 семинаров. А остальные семинары, они как раз закрывают тему психо-наэросоматической интеграции. То есть, это тема психосоматики. Почему их так много? Но из 18 семинаров, эти семинары, насчитывается их всего 4. И два завершающих семинара, когда уже у курсанта весь инструменты посвящены сопровождению мужчин и женщин для того, чтобы они выстраивали гармоничные отношения, чтобы у них было зачатие в атмосфере любви и согласия, чтобы беременность проходила, мы создаем условия для поддержания и сохранения здоровья женщин, мужчин и детей. Это предпоследние два семинара. А завершающий семинар очень интересен. Насколько я понимаю, только на моем курсе он реализуется. Я прошу курсантов подготовить доклады, которые бы они отразили то, чему они научились, и привнести что-то свое. То есть как дипломную работу. Дипломная работа. То есть и каждый из курсантов он предоставляет на, ну скажем, на рассмотрение своим коллегам то, что он измел, чему он научился, и чем он дополнил, то, чем он занимался раньше. Для того, чтобы обогатить друг друга, для того, чтобы посмотреть то, чем он научился. И это объединяет уже те знания, которые у нас есть. И могу сказать, что с каждой группой становятся все более и более интересные работы. Все это работает на общее поле. И завершающий день у нас посвящен правовым аспектам работы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Хочется спросить, как операция УИИ, а компот, а банкет, завершающий день, это обычно банкет? Ну, без банкета не обходится. И в заключение я хочу сказать, что пока я не создал курс, который можно назвать под ключ, да, я не успокоился. Да, есть еще куда двигаться дальше. Я могу сказать, что процентом 90 знаний, которые мне есть возможность передать, я вложил на этот курс, но те 10 процентов, которые остались, мы осваиваем на постдипломных семинарах по запросам и интересам курсантов. Ну, это получается у вас уникальное предложение, как говорится, три в одном, да? Три в одном. То есть и кинезиология, и остеопатия, и психология, и все за... Да, и все это вещи. Реально работающие техники, и все это проверено, отработано, пропущено через сито неоднократно. И оставлено только то, что реально работает. Ну, вот, Петя Славович, на ваш взгляд, что можно было бы назвать, вот мы говорим часто о холистической медицине, или сейчас вот такое, ну, модное, популярное, так скажем, слово, интегративная медицина, да? Что является истинной интегративной медициной? То есть есть раздельные какие-то вот направления, да? Или что-то вы можете сказать, что такое интегративная медицина, что она интегрирует в себе? Я бы сказал так, что интегративная медицина пытается соединить в себе самые разные методы и подходы, которые работают не только в направлении традиционной медицины, а основная задача традиционной медицины – остановить болезнь, побороть болезнь. есть нетрадиционные подходы, задачи которых все-таки восстановить здоровье, поддержать здоровье, сохранить здоровье. Интегративная медицина, на мой взгляд, может охватывать обе задачи и остановить болезнь в теле, и создать условия для того, чтобы наращивался потенциал здоровья. На данном этапе этим занимается оздоровительное направление, да? То есть у нас законодательно три направления в Российской Федерации, которые имеют свои правовые рамки, ограничения, и не положено переходить на территорию этих направлений. Первое направление – это медицинские услуги. Второе направление – это народная медицина, основанная на опыте, традициях и знаниях, которые накопил народ. И, между прочим, отсюда очень много разных техник, идей, предложений, которые при положительном результате имеют смысл с точки зрения науки изучать и изликать из них все ценное, что находит подтверждение с точки зрения науки. А у нас где-то учат народную медицину? У нас есть учебные заведения? У нас есть российский университет «Дружба народа». Они как раз этим занимаются. У них различные техники работы с телом, например, костоправство. Они преподают. И у них есть техники, этнические техники, основанные на этнических традициях. Они больше психосоматической направленности. То есть при желании можно пройти обучение. Но здесь другой вопрос. Другие сложности. Народная медицина, как и медицина традиционная, должна быть, получать разрешение Минздрава. Без разрешения Минздрава регионального, там, где работает специалист, он не имеет права заниматься народной медициной. И вот здесь уже возникают сложности. Разрешение уведомительное? Или надо сдавать какие-то экзамены, лицензии? Надо, во-первых, предоставить документы о том, что у тебя есть образование, причем оно не левое, не липовое, а законное. Более того, надо собрать не менее 10 случаев подтверждения, что теми методами, которые в этом работало, они помогают. Это интересный аспект, когда ремонтывать еще нельзя, но результаты выздоровления представить уже нужно. Здесь допускаются и оздоровительные методы, которыми человек пользуется, опять же имея на это право. И дальше нужно обратиться в организацию, которая может все это собрать и грамотно предоставить Минздрав. Этим занимается Народная Ассоциация Народной Медицины и Оздоровительных Техник, которые в Академии честное сотрудничество. То есть есть куда расти, и те специалисты, которые, например, прошли в Академии оздоровительные курсы, ну, например, кинезио-массаж, ту же самую кинезио-стептихопрактику прошли, и другие направления, они могут пройти обучение в РУДН по тому направлению, которое им близко, собрать случаи помощи людям, которые были эффективны. Ну, что является доказательством? Фотографии до-после там или как? Или это письменные? Здесь уже нужны документальные обследования, анализы до-после, если были какие-то МРТ, рентгенограммы, до-после, это уже должно быть объективное подтверждение. Собрать, ну, не менее, ну, 5 минимум, лучшие 10 случаев, вступить в Народную ассоциацию, Ассоциацию народной медицины, где эти документы соберут воедино и напишут рекомендации, грамотно, тем языком, который понимает Минздрав. Эти документы будут отправлены в Минздрав, и через какое-то время Минздрав выдает разрешение. На год, на 3, на 5, региональные, бессрочные. Но сразу могу сказать, что Москва не выдает такие разрешения, в принципе, она нарушает законодательство Российской Федерации. Московская область с прошлого года начала выдавать такие разрешения, но остальные регионы их выдают. Но региональность определяется чем? Пропиской? Пропиской. Должна быть прописка. Регистрация кабинета или клиники? Должна быть прописка и регистрация аренды, в которой ведется прием. То есть нужно предоставить... То есть они должны совпадать? Не обязательно. То есть человек прописан в регионе, у него есть аренда какого-то помещения, заключен договор, он показывает, вот у меня, я здесь прописан, вот у меня договор. Некоторые специалисты даже идут на временную регистрацию и временную аренду в течение нескольких месяцев для того, чтобы показать, что вот они работают. И когда это все есть, тогда подаются документы и Минздрав дает... Вот, говорит, пожалуйста, в нашем регионе работайте. Да, вот в результате сейчас работайте. Начать из Москвы, допустим. Ну что, тогда делается следующим образом. Человек говорит, ну все, мне уже... Здесь я уже... Мне честно, я хочу в Москве работать, приезжает в Москву, подает документы Московский Минздрав, Московский Минздрав говорит, нельзя, не объясняет почему, он нарушает законодательство, и тогда специалист говорит, ну вот, мне Московский Минздрав не дал разрешения, но и не возражает. Я могу работать по тому разрешению, которое у меня есть, потому что Москва не определилась выдавать, не выдавать и так далее. Интересные такие, подводные... Да, это тонкости, но большой плюс в народной медицине в том, что она тоже занимается лечением болезни, восстановлением болезни, знаете, а оздоровительные направления, они занимаются созданием условий для восстановления здоровья, или оздоровления, или там укреплением здоровья, или сохранения. То есть, вот такие тонкости в нашем законодательстве, которые выпускники академии должны знать, чтобы не попадать в неприятные истории с рекламированием своих услуг, там, заявлениями всевозможными. Это можно избежать, но нужно иметь базовую грамотность. Но в академии у нас же проводятся и вебинары, и семинары, которые вы в том числе проводите, как повышение грамотности как развития вопросов. Да, да, то есть, выпускники академии при желании могут посмотреть это. Более того, у нас, мы договорились, у нас ежегодно, на ежегодной основе будет выступать 11 год президент Национальной Ассоциации Народной Медицины Егоров Владимир Владимирович, с которым у академии очень хорошие отношения, взаимопонимание. И наши выпускники, да и не только наши выпускники, все желающие, если будут следить за анонсами, они могут узнать, когда это будет. Ну, я могу сориентировать. Это совпадает с выпуском группы кинезио-стево-психопрактики. Это обычно в феврале. Если нет никаких фосмажорных обстоятельств типа эпидемии, антиковидных мер и прочее, тогда у нас были переносы. Сейчас, вроде бы, все нормально. В феврале, следите за анонсами, будет. Вопрос, знаете, такой у меня возник. Вот мы говорим о здоровье, восстановлении здоровья, да, или борьба с болезнями, лечить больного, а не болеть. Здоровый человек болеет? Он может болеть? Или если он болеет, значит он нездоровый? Давайте я объясню. Или все-таки можно говорить о том, что здоровый человек имеет право на слабину в виде болезни? Очень хороший вопрос по поводу того, что же делать со здоровьем, куда оно девается, если оно было, да, или его не было с самого начала. Ну, в большинстве случаев человек рождается с определенным потенциалом здоровья. У кого-то он очень хороший, у кого-то он с детства ослабленный. Давайте, чтобы нам лучше понять ответ, возьмем аналогию. Вы можете приобрести машину из салона без пробега, можете приобрести машину с пробегом. Ну, возьмем машину из салона. Она уже отрегулирована, она, можно сказать, условно, здорова. От чего зависит, сломается она или не сломается? Как вы думаете? Я думаю, что от многих факторов. Конечно. Как обслуживать, как ездить, какую машину вы купили? Не будем называть марок, но некоторые лучше ездят, некоторые хуже. в основном она зависит от того, как ее эксплуатировать, на каких скоростях ездить, как ускоряться, как тормозить, как проезжать лежащие полицейские, каким топливом заливать, как ее обслуживать и так далее. Водитель, который очень аккуратно едет и обслуживает, он даже машину не самых ведущих марок умудряется поддерживать в хорошем состоянии, вовремя замещая какие-то сигналы, вовремя обращаясь за помощью и вовремя это все устраняет. А если водитель такой лихой казак, ему можно дать самую лучшую машину и он ее укатает за год. То есть это ответ, какая душа вселилась в это тело, как она себя позиционирует в том теле, в котором она живет, как она к нему относится. Поддерживает она его или она его только эксплуатирует. И в зависимости от этого многое зависит, как будет себя тело вести. Ну, можно сказать так, что условно можно развить души трех уровней. Начинающие молодые души, которым все интересно, они хотят все попробовать, они хотят испытать себя на прочность, ну, конечно, вместе с телом. А как же без тела? Это же проводник, а как же без него? И, конечно, тело в таком режиме быстро выходит из строя. Среднего уровня развития души, с точки зрения сознания, сознание, они тоже иногда экспериментируют, они тоже пробуют, но очень быстро понимают, вот это вредно, вот это травмоопасно, вот эта еда не подходит. И раньше начинает корректировать свой образ жизни и свои взаимоотношения с телом. Ну, и есть более развитые души, третий уровень, которые сразу, они еще со школьных лет, им интересно йога, им интересно питание, им интересны разные направления оздоровления, поддержания себя. Они с самого начала ухаживают за своим телом, и, естественно, они его будут поддерживать на более высоком уровне здоровья. И бывает так, что человек родился здоровым, крепким, пышущим сил, и там в 35-40 лет взял и помер. А бывает так, что какой-то слабый, хилый, какие-то у него были болезни на грани смерти, а он с каждым годом все здоровее и крепче. То есть, ну, не с каждым годом, с каждым десятилетиям. Наблюдали такое? Да, конечно, есть. Ну, вот это из этой оперы. Это о здоровье. Ну, а дальше о строении человека. Чтобы сказать о здоровье, нужно сказать, из чего мы состоим и почему в курсе кинезио-стех психопрактики так много семинаров. Ну, дело в том, что мы изучаем человека на разных уровнях, понимая, что они все взаимосвязаны и более глубокие уровни, которые мы не можем увидеть и пощупать, они существуют и они влияют на те уровни, которые мы можем пощупать. Ну, например, остеопатия, вот те 9 семинаров, о которых я говорил, это структурные процессы, это скелетно-мышечная система, миофасциальная система, это мобильность органов, да, там есть мобильность и мотивность. Мобильность – это биомеханика, а мотивность – это функция уже, краниальные нарушения, там тоже есть биомеханические нарушения, шумные, кинетические, внутрикосные, мембранозные, гидродинамические, а есть нарушения, связанные с эмоциями, так называемыми доминантными очагами. Если он активировался у кого-то, то, естественно, это отражается на функции, это отражается на структуре. Таким образом, мы начинаем понимать, что есть что-то, что влияет на структуру, или поддерживает, или укрепляет, или ослабляет. И поэтому в следующие семинары мы идем на более тонкие уровни, энергетические уровни. Энергетический уровень подразумевает в себя меридианы, с которыми уже все согласны. Другое дело, что с точки зрения доказательной медицины, по-прежнему сложности. Восточная медицина существует там намного дольше, чем доказательная медицина. Ей надо доказывать, молодой доказательной медицине, что она имеет право на существование. Насчет меридиана, кстати, есть так называемые сейчас изучают телоциты. Их обнаружили, так сказать, в соединительной ткани. Этим занимается институт СТЭК, который тоже занимается этим. И вот обнаружение этих телоцитов, когда их стали простраивать и прослеживать на всем протяжении тела, выяснилось, что они совпадают с ходом меридианов. Так что в этом плане мы приближаемся, видимо, к тому, чтобы доказать ход меридианов и их наличие. Ну вот, с меридианами более-менее уже мы приближаемся. А с чакрами, а с полевыми электромагнитными излучениями, ну там работа кинляна, можно вспомнить. Там тоже мы где-то приближаемся к тому, что мы называем аурой, или излучениями. Чакрам мы еще не приближаемся, но тем не менее индийская, аэровидическая имеется в виду, йога, уже тоже об этом говорить не одну тысячу лет. И мне удалось найти инструменты, которые позволяют менять информационно-энергетические процессы, позволяющие восстанавливать и работу меридианов, и работу чакр и полевые нарушения, которые тоже были отобраны и были включены только те методы, которые прошли вот эту двойную и тройную обратную смесь. Но это отдельно описано, отдельная тема. Такой вопрос. Семинар у вас проходит каждый месяц? Раз в месяц, три дня. Три дня семинара, потом остается еще 27 дней. Для практики. Для практики. Хватает этого курсанта? Реально это за месяц интегрировать это в себя? Я учился в остеопатии и прикладной кинезиологии тоже в этом алгоритме. Хватает. И если курсант приезжает и тут же начинает это практиковать. И вот хочу предупредить претендентам на обучение кинезио-остеопсихопрактики, что имеет смысл начинать обучение. Если у вас есть возможность сразу же практиковать, на теоретическом уровне вы в одно ухо влетело, в другое вылетело, то, что вы не будете практиковать, оно у вас не останется. Это первое. Второе. Для того, чтобы курсант мог усваивать ту информацию, о ее очень много, и не отвлекаться, ему нужны базовые какие-то навыки по мануально-мышленному тестированию, по функциональной анатомии, по работе с миофасциальными цепями. Если у него эти базовые навыки есть, ему очень легко будет даваться обучение. Если у него их нет, его единиц внимания не хватит на усвоение этой информации. Придется заниматься салзами, да? Я говорю ему о толких вещах, а он базовые вещи не знает. И, конечно, он в растерянности, не знает, с чего начать, что делать. Я обращаюсь, опять же, к претендентам, которые хотят осваивать кинезиоскево-психопрактику. Информации очень много, техники насыщенные, деталей очень много, и они все важны. Если вы не будете иметь базу, которую вы уже освоите, и на которой вы не будете отвлекаться, вам будет очень сложно это усваивать. Это будет очень тяжело, потому что нужно это усвоить, нужно это применить, проверить на практике. Если что-то непонятно, на следующем семинаре спросить. Сюда тоже вытекающий вопрос, а кто может быть претендентом, кого вы берете к себе на курс? То есть это медики, не медики, среднее образование или без медообразования, или врачи? То есть есть какие-то критерии? Помимо того, что мы сказали, что желательно, чтобы была теоретическая подготовка, формально может быть какие-то есть ограничения? Поскольку кинезио-психопрактика защищена авторским свидетельством как комплексная оздоровительная методика, то это все-таки направление оздоровления. Поэтому могут приходить лица без медицинского образования, но обязательно с базовой подготовкой. Но когда приходят врачи, все они говорят, что то, что они узнали, существенно обогатило их практику. Все. Поэтому я очень рад видеть врачей. Но опять же, если врач не владеет мануально-мышленным тестированием, если у него нет базовых навыков, это касается его тоже. Все знания, которые он услышит, это знания, которые требуют всего внимания, которое у него есть, и если у него не будет уже базовых навыков прикладной пензиологии, мышечного тестирования, работы с цепями, повторения знаний анатомии, биомеханики, то он точно также будет зависать. И это тоже уже было. А наличие в названии курса и в практике курса остеопатии, который сейчас является медицинской специальностью, и в принципе сейчас как раз Мохов сообщил о том, что он стал не только медицинской специальностью, но еще и можно уже писать диссертации по остеопатии, создавать ученые советы по остеопатии. Никак это не конфликтует с оздоровительным характером вашего курса? Объясняю. Ну, насчет научной деятельности остеопатии. Я очень рад, что Мохову удалось этого добиться, и очень рад, что ему удалось внедрить остеопатию в систему медицинских услуг и медицинской деятельности. Это накладывает своего рода обязательства и определенные ограничения. И, конечно, слово остеопатия, это уже считается медицинской услугой. Если мы добавляем П, но если мы говорим, остео, и дальше у нас идет кинезия, остео, психопрактика, мы не посягаем на территорию остеопатии. Мы говорим о том, что мы работаем со структурой, с костью. Ведь кость это что? Остео. Правильно? Это первое. Дальше. Остеопатия не самостоятельно может защищать себя, как научная дисциплина, а в рамках восстановительной медицины. И вот я начал говорить о восстановительной медицине, но не закончил. Дело в том, что восстановительная медицина полностью не исчезла, она осталась как научная дисциплина, в рамках которой можно защищать научные труды. И остеопатия очень удачно вписалась в эти рамки. И я хочу пожелать прикладной кинезиологии тоже найти себя в рамках восстановительной медицины. И медицинская кинезиология желает. Она больше даже на это имеет право. То есть вполне возможно, если этим заниматься. И тогда и остеопатия, и медицинская кинезиология существенно обогатят восстановительную медицину и дадут ей толчок мощнейший. Качественно преобразят. Вот такое мое пожелание. Такой вопрос по поводу работы врача. Может быть по практике. Давайте так. Ваш прием и прием ваших выпускников, ваших курсантов, которые прошли ваш курс, сколько он занимает по времени? Обычно. Ну, смотрите, для того, чтобы курсанты могли применить те знания, которые они получили, минимум час, лучше полтора. Чтобы подумать, чувствовать столкнуться в остановке. Это применить. И следующий вопрос, исходя из этого, насколько реально внедрить эту помощь интегративной медицины в учреждения здравоохранения? Или это только остается на откуп частных клиник, которые могут позволить расширение приема до полутора часов, или каких-то частных приемов, или в рамках оздоровления, как мы говорили? Если речь идет о временных интервалах, то полтора часа это для того, чтобы проработать на разных уровнях с человеком, чтобы найти приоритетное нарушение на том уровне, от которого зависят все остальные. А чтобы подтвердить, что это приоритетное нарушение, если мы его скорректируем, все остальные уровни восстановят свой баланс. Это требует естественно время для обследования, для тестирования, для выяснения взаимосвязи. И половина или больше половины времени занимает на то, чтобы собрать общую картину. Ну конечно, диагностика 90%, 80%. По мере роста мастерства это время может сокращаться. Но не меньше полчаса при условии, что человек уже знает и он подготовлен, у него есть четкий запрос и время не теряется, у него уже общая картина собрана, уже понятно, что с ним происходит, он четко говорит, я вот с этим хочу разобраться. Тогда может хватить полчаса, чтобы мера не откладывать. Но обычно не меньше часа. Это первое. Второе. Все-таки это направление предназначено для среднего и высокого уровня развития сознания. Объясняю почему. Начальный уровень сознания приходит к специалисту или к врачу, он хочет, чтобы его починили. Он разбил машину, он говорит, приходит с болезнью. Да, вы мне почините, вы мне это замените, вы мне это поправьте, это расправьте, я поехал дальше. Ему не хочется разбираться, как он себя до этого довел, как он эту машину разбил, чему все это привело. Потому что если с этим не разобраться, это будет повторяться. Средний уровень развития души, она уже начинает потихоньку брать ответственность за то, что с ней происходит. Ей уже интересно, что внутри нее такое, что она притянула это, она уже этим интересуется. Но только те клиенты или пациенты, которые взяли полную ответственность за свою жизнь, за свою судьбу и здоровье, они постараются узнать все, что поможет им научиться управлять своей жизнью и здоровьем так, чтобы их это устраивало. Вот это самые осознанные клиенты или пациенты. И, конечно, таких немного. И, конечно, внедрять это направление, ну, скажем, повсеместно смысла нет. Потому что основная аудитория, она приходит за тем, чтобы им что-то дали, их починили, и они продолжали бы заниматься дальше. То есть это сфера услуг, у которой есть свои требования и свои ограничения. Медицина должна занимать свое место. В медицине есть медицинская помощь начального уровня, фельдшерские пункты, для того, чтобы, ну, скажем, помочь на начальном уровне решить те проблемы, которые у населения есть в плане нарушения здоровья и заболеваний. Более сложные случаи отправляются уже в областные центры. и более крупные стационары. В областных центрах и комплексах стационарах разбираются на более глубоком уровне, чтобы найти причину, с которой можно справиться и побороть медицинскую. А дальше уже вопрос реабилитации, если необходимо. Тоже специализированная помощь. Мы же говорим о том, что наша задача заключается не в том, чтобы создать благоприятные условия для здоровья, а чтобы научить человека повышать свой потенциал здоровья, и без его участия активного, которое должно проявляться в разных сферах жизни. Режим труда и отдыха, режим нагрузок, режим питания, режим мышления, какие у него отношения. Очень много сфер, которые человеку нужно понять, осознать и научиться этим пользоваться. И здесь мы уже говорим не оздоровление и сочинение работы руками, а мы говорим об обучении. Чем более высокий уровень сознания клиента или пациента, тем больше он нуждается в обучении. В том, чтобы он понял, как это работает, как работает его организм и научился этим управлять, потому что он этого хочет. И соответственно таких людей к сожалению пока немного. Но наша с вами задача увеличивать число таких людей, чтобы их становилось больше. Тогда запрос населения он сам поднимет потребность и необходимость в том, чтобы развивались больше те направления, которые могут вместить себя восстановительной медициной. Насколько это согласуется и коррелирует с традиционной медициной, с официальной медициной, если хотите, как ее назовите. Это нужно на уровне популяции человечества и государства как объединяющие популяцию человечества на определенной территории. Грубо говоря, государству нужны здоровые люди? Опять же, все зависит от самих людей, от их уровня сознания, от их уровня развития. Люди определяют то, что нужно государству. Чем более развитые осознанные люди, тем больше они определяют, что должно делать государство. и наоборот, чем меньше уровень развития сознания людей, тем больше государство определяет, чем их занять, куда их направить и что им нужно делать. А в отношении здоровья все то же самое. Поэтому вот этот баланс традиционной медицины, которая раньше звучала, вы работаете, вы трудитесь, а если заболеете, мы вас вылечим. Сейчас становится все менее и менее актуально, потому что мы понимаем, что причины болезней находятся не всегда на том уровне, которое болит, которое вышло из строя. И для того, чтобы человек мог выздороветь, ему нужно понять себя и восстановить на гораздо более тонком уровне, который традиционно медицина не занимается этим. И не будет заниматься до тех пор, пока не будет запрос со стороны людей, которые в этом государстве живут. На ваш взгляд, каждый может подняться до этого уровня осознанности. К сожалению, нет. Но давайте возьмем аналогию со школы. Мы приходим в школу, у нас сейчас сколько классов? 10. 10. А перед школой еще детский садик. А для того, чтобы душа поднялась на какой-то уровень, ей иногда нужно целую жизнь прожить, чтобы с первого класса перейти во вторую. В лучшем случае наиболее преуспевающие души могут перейти два класса. Ну и соответственно, как вы думаете, а сколько у нас душ, которые учатся в начальных классах? Я не знаю, я даже не задумывался в таком разрезе. Да. И конечно, им бы перейти с первого во вторую класс и не остаться в первом. Или, не дай бог, еще в детский садик скачаться. И такое тоже может быть. Но тут мы переходим на уровень жизни, как единой системы, которая не заканчивается со смертью тела. взаимосвязанной системе, когда мы говорим о том, что мы приходим с тонкого мира, как сущности, называемые душой, в это тело, в эту биологию, получая необходимые инструменты для того, чтобы наше тело ориентировалось. Нам дают программное обеспечение, чтобы мы адаптировались к этому миру с учетом влияния планет, созвездия. Это все учитывается. А чтобы мы не выпали. Да, все привязывается, все это согласовывается. Также согласовывается определенная программа, которую душа намечает выполнить ей посильное для того, чтобы она перешла на другой уровень. И окружающая среда и мир создают для нее благоприятные условия на всех уровнях. И можно сказать, что те сложности, которые мы испытываем, это те испытания и задачи, которые мы запланировали решить и преодолеть. и если спросить, а можно ли жить без кризисов, без трудностей, как вы думаете? Ну, я думаю, что если мы куда-то растем, что-то преодолеваем, значит, они должны случаться. конечно. Иначе как мы будем расти? Мы можем сказать, нам это не надо и жить в той, ну, скажем, зоне комфорта, к которой мы привыкли, но большинство душ, они, у них врожденная, заложенная потребность развиваться. И сигналом к тому, что пора пришла развиваться, что является? Какая эмоция? Неудовлетворенность, я думаю. Скука? Тем, что происходит. Неудовлетворенность. Это сигнал к тому, а страх наступает тогда, когда мы начинаем из нее выходить. Как только мы вернулись, страха нет. Как только мы пошли, страх появился. И вот эта неудовлетворенность и страх, это тоже наши испытания, заложенные в нас, которые мы преодолевая развиваем те качества, которые позволяют нам увеличивать свой энергопотенциал и переходить из одной ступеньки, из одной школы, из одного класса в другой. Это все заложено, это часть нашей жизни, часть наших уроков, которые мы добровольно согласились пройти, чтобы в этих условиях, более сложных, в этом теле, имея определенные возможности, урезанные по сравнению с теми возможностями, которые у нас есть, когда мы находимся в нитио, чтобы мы в этих условиях развивали те качества, которые нам необходимы, благодаря которым будет увеличиваться наш энергопотенциал, наши возможности, и мы будем уподобляться все больше и больше тому, кто нас создал. А он нас создал для того, чтобы мы уподоблялись ему. Он нас создал для того, чтобы мы были его помощниками, сотворцами. И когда я говорю о многочисленных техниках психологии, они рассчитаны на разные уровни, но в основном заканчиваются вторым уровнем. Первый уровень это помочь человеку выжить. То есть человека направляют к психологу, как правило, он сам не идет, потому что видят, что он не справляется с жизнью, он не может выжить. К сожалению, у нас не меньше 50% человечества на Земле находится на уровне выживания. Даже больше, Даже больше, когда нечего есть, ты не знаешь, что ты поешь завтра. Следующая группа это группа, которая пытается адаптироваться вот к тем условиям, как у нас говорится, прикладной кинезиологии, к условиям внешней и внутренней среды. И вот здесь, конечно, уже психологи в некоторые направления помогают адаптироваться. Но на этом психология не заканчивается, потому что психология это все-таки звучит от слова психия или работа с душой, но ее нет. Где вы слышали о направлениях психологии, которые помогали бы человеку не просто адаптироваться, а сотворить божественным началом, которое в нем находится, с той божественной искрой, которая в него вошла. Где вы про это слышали? Это нонсенс, это исключение исправил. Наоборот, стараются психологию как это переложить, приложить к материальному миру. Да, это называется адаптировать. Адаптировать, да. Так вот, кинезио психопрактика в своей программе также встает задачу и предлагает реально работающие инструменты для того, чтобы не просто адаптировать человека, а помочь ему стать сотворцом. Такой вопрос у меня возник. Как вы считаете, думаете, количество душ, оно конечное или бесконечное? Оно определено как-то? Ну, смотрите, опять же, это определяется потребностями божественной системы в том или ином регионе Вселенной. Ну, например, сейчас на Земле находится гораздо больше количества душ, чем находилось там 500 лет назад или 1000 или 5000. Зачем? Зачем столько душ? Была запущена программа «Плодитесь и размножайтесь», которая способствовала тому, чтобы эти души появились. В связи с этим появилось очень много молодых душ, которых привлекли с других регионов нашей галактики. Зачем? Дело в том, что сейчас идет переходный этап. Ну, вы, наверное, слышали про расы атлантов, лемурийцев. наверное, слышали, что сейчас в основном у нас пятая раса считается. И мы проходим этап познания урока в любви. Это тот этап, который нам принес учение Христа. Сейчас этот этап заканчивается и начинается новый этап. Какой? Этап познания разума, разумного начала. И очень много душ хотят в этом участвовать и просят, чтобы их тоже сюда погрузили. Им такую возможность дают на переходном этапе. Другое дело, что сможет ли душа выйти на тот уровень, когда она готова к этому этапу или не сможет, это уже вопрос ее выбора. Еще один важный момент, который отличает нашу планету от других, потому что наша планета это планета свободного выпора. Поэтому душе дают возможность экспериментировать, идти путем добра или путем зла. И мы это наблюдаем. Как ролевая игра. Ролевая игра. В компьютере. Да. Насколько сохраниться нельзя, Да. Если вы уже пришли сюда, то играйте. И не будьте не теплыми, не холодными, а будьте или по-настоящему горящими, или по-настоящему холодными. Играйте полную силу. Потому что каждый выбирает свою команду, за которую хочет играть. Каждый набирает очки, каждый старается как может. И здесь, конечно, вопрос о том, насколько удовлетворена душа тем, как она реализует свое предназначение. А есть души, которые настроены реализовать предназначение, двигаясь по позитивному пути, а есть души, которые приходят сюда, двигаясь по пути отрицательного, сдерживания. Ну, ну, скажем, души, задачи которых проверять навшивость души и души по положительному пути, через искушения, соблазны, какие-то другие препятствия. Это вот для планеты Земля это характерно. И очень многие, ну, скажем, цивилизации запустили сюда своих эмиссаров. Поэтому здесь у нас души начального уровня, среднего, высокого, позитивно настроены, негативно настроены. В целом этого нету в мироздании. Такое не допускается. Но на планете Земля такое допустилось. В виде вот такого эксперимента. На этом очень много желающих поучаствовать. очень много бонусов можно получить. Но с другой стороны можно забыть о том, ради чего ты сюда пришел и застрять здесь надолго. И очень многие души застревают, увлекаясь вот этими искушениями со мной. Ну, это так, пару слов о том, почему нас так много здесь. Ну, скажем, вопротив. Сколько, на ваш взгляд, человек должен жить? То есть, насколько у нас хватает ресурсов тела? Это зависит от души или у нас есть биологический ресурс какой-то реализованный? Очень хороший вопрос. Дело в том, что наши ресурсы даны нам с запасом. Мы можем жить там и 150, и 200 лет, но при одном условии. если мы понимаем и исполняем законы того мира, в котором мы живем. То есть, наша биология, она этим законам подчиняется. И опять же, мы возвращаемся к тому, насколько мы можем чувствовать, что происходит, и поддерживать равновесие на уровне тела, на энергетическом уровне, на эмоциональном уровне, на ментальном уровне, на уровне своей души, насколько мы можем соединиться со своим духом. Это все факторы, от которых зависит продолжительность жизни. Насколько мы можем настроиться на врожденную мудрость тела, с которой все в порядке, она совершенна. И она ждет, когда мы это сделаем. Тогда начинают меняться программы управления, деления клетками, обменными процессами, потому что они все задуманы таким образом, чтобы поддерживать наше здоровье. Ну, вернемся немножко к эпидемиологии, вот к этим вирусным заболеваниям. Все-таки у меня первая профессия врач-эпидемиолог, и иногда мне это интересно, что они там такое придумали, да? Ну, скажу так, что у нас еще до конца не научились различать вирусы и внутриклеточные экзособы. Это такие маленькие образования, с помощью которых клетки делятся информацией. Эти образования переносят белковые молекулы для того, чтобы поделиться с другими клетками той информацией, которая нужна. И все задумано таким образом, чтобы они переносили все лучшее. Но когда мы не выполняем законы того мира, в котором живем, мы нарушаем, мы от них отклоняемся, этот механизм начинает нарушаться. и вместо переноса здоровой информации экзособы начинают переносить патологическую информацию, деструктивную информацию, вместе с вирусом в том числе. И вот этот сбой происходит, сбой клеточного деления. Вместо того, чтобы клетка делилась на здоровой клетке, она начинает делиться на больнике. Если начать отслеживать и исправлять те нарушения, которые мы можем найти внутри себя на сознательном уровне, на подсознательном уровне, с помощью тестов, с помощью разных инструментов обратной связи, которые ориентируются на возненную мудрость тела, то мы можем постепенно восстановить то нарушенное равновесие на всех уровнях, которые мы можем осознать. И тогда запускаются другие программы. Продолжительность жизни увеличивается. И это не обойти никак. Лекарствами это не убрать. Вот мы говорили о том, что вы от психологии, от тонких тел, от высоких материй перешли к соматике, к физическому телу. Но при этом я так знаю, насколько я знаю, вы знаете, увлекаетесь и изучаете новую германскую медицину, которая говорит как раз о том, обратно возвращается к тонким материям, тонким телам, говорит о том, что насколько я знаю, может быть вы меня поправите, что все проблемы, которые у нас возникают на физическом теле, они первично должны сформироваться на тонких уровнях и решать их тоже нужно, начиная с тонких уровней, тогда мы получим регресс, восстановление на физическом, так сказать, своем носителе. Правильно я это, так сказать, интерпретирую и насколько вы с этим согласны, то есть действительно это так или все-таки есть болезни физического тела, которые надо лечить физически? Когда я узнал о германской новой медицине, о докторе Хаммере, это было ориентировочно в 2010, 2011, 2012 году, я поучаствовал в конференциях, поучился, вся информация, которая мне была доступна, я ее изучал, это меня очень вдохновило, потому что это шло в русле той психосоматики, которой я интересовался. И мне казалось в то время, что 90-95% это психосоматика, что именно разрешая внутриличностные конфликты на уровне психики, на уровне биологии, мы можем восстанавливать здоровье. Я могу сказать так, что в случае психосоматики, в случае возникновения болезни в результате неразрешенных конфликтов, это так. Но сейчас я понимаю, что доля психосоматики меньше, чем мне казалось. То есть сейчас я понимаю, что это где-то процентов 40, а остальные значительно меньше, чем 95. Почему? А посмотрите, экология какая, а посмотрите, генно-модифицированная еда, а посмотрите, количество вышек в городе, электромагнитный смог, да, качество питания, да, то есть вот сейчас Европа возмущается, что у них такие высокие требования, а им понимают, что в огромных количествах завозят еду, которая этим требованиям не подходит, да, то есть и оказывается, что вот это все это уже не психосоматика, это уже традиционная медицина, это уже повреждающие факторы, понимаете, и здесь в первую очередь нужно научиться отделять одно от другого, то есть психосоматика должна лечиться психосоматическими методами, соматика должна лечиться соматическими, то есть теми методами, которые направлены, вот здесь мы говорим нейтрализация повреждающего фактора, адаптация к повреждающему фактору или исключение этого повреждающего фактора, вот тогда это будет уже более сбалансированный подход, не будет крайности, да, потому что и я объясняю своим курсантам, мы изучаем это в рамках ознакомления, в рамках понимания того, как это все работает, для того, чтобы они были в курсе, я предупреждаю, что здесь есть крайности, не надо впадать в эти крайности, не надо считать, что это все психосоматика, что это все германское новое вицинное, нужно разбираться и отделять мух от котлы, и работать с каждым направлением теми инструментами, которые здесь подходят, то есть сочетать одну, традиционную медицину, психосоматическую медицину, оздоровительное направление и так далее. А что может являться критерием истинности, или инструментом, который помогает разделять? знания. Знания Это коротко исчеркнувши, да? Разных методов диагностики, обследования. И здесь желательно, чтобы человек этим не пренебрегал, потому что иногда причина заболевания, она вот именно конкретная, с которой могут справиться узкие специалисты. Зачастую, кстати, это действительно проблема, скажем, традиционной официальной медицины, когда врач просто не знает, что бывает по-другому. Никто не говорит, отбросить все его знания, просто знать, что бывает еще и так. Но меня радует, что у нас в группе уже есть выпускники, которые являются главными врачами частных центров, которые смогли на практике внедрить интегративную медицину в работу своих центров. То есть у них одно пространство в центре это традиционная медицина, другое пространство это оздоровительная медицина и народная медицина. И они смогли так организовать, что все работают в содружестве друг с другом. Вот это, я считаю, будущее нашей медицины, которая протянула руку традиционной ненародной медицине оздоровительным направлением и от этого выигрывает пациент. Да, конечно. Мы говорим о сохранении здоровья в рамках медицины будущего. Наверное, это первое. О сохранении, поддержании и преумножении. Каким образом этого достичь? Что бы вы дали, какие бы советы? Может быть, на собственном примере что-то вы делаете, чем нужно заниматься, о чем нужно думать или что нужно делать, чтобы поддержать и в идеале приумножить свое здоровье? На первом месте здесь, я считаю, должно стоять информирование, образование, оповещение. То есть людям нужно давать ту информацию, которая им нужна жизненно. Потому что если человек об этом не знает, для него это нереально. Он не воспринимает это. он это не видит, потому что у него нет информации. Мы так устроены. Как только у нас появляется информация, и мы начинаем допускать, что в этом что-то есть, начинается процесс развития. И мы проходим вот стадии, этого не может быть, но стадии, а как может быть по-другому? Об этом все знают. И поэтому без этой стадии никак. Это образование, которое можно начинать с детского садника, со школой, с института, базовое образование о том, как вести легену, свой образ жизни. Не только научиться мыть руки перед едой, но и следить за своими мыслями, за своими чувствами, за ощущениями в теле, которые нуждаются в определенной поддержке и тренировке, так же, как оно нуждается в отдыхе. То есть не насиловать его, но и в то же время тренировать. Без образования и формирования это нельзя сделать. Конечно, это во многом зависит от государства. Но все, что зависит от меня, я делаю, от нас с вами это зависит. То обучение, которое мы даем, в том числе и врачам, которые приезжают к нам на повышение квалификации, это тоже наш вклад в том, чтобы они это несли дальше, передавали своим пациентам, своим клиентам, своим детям. И вот мы с вами поговорили, волей-неволей вы передадите уже своим детям какую-то информацию, которую вы узнали, которая с вами резонирует. Может быть, она не сейчас резонирует, через какое-то время, но поверьте мне, зерна истины уже посеяны, и они взойдут в ваших детях. А бывает поздно. С детского садика понятно, да? А бывает поздно начинать вот эти изменения, так скажем, в человеке. А поздно бывает только тогда, когда уже его ресурсы исчерпаны, у него уже сил нету на то, чтобы что-то познавать, у него только есть силы там от кровати найти до туалета или до стола, или ему носят покушать в эту постель. Вот тогда уже поздно. А в остальных случаях не поздно. Если поздно спасти тело, не поздно отработать те уроки, которые душа пришла отработать и не успела завершить. Завершить никогда не поздно на уровне души, чтобы не повторять их в следующем воплощении. Вот это никогда не поздно. В случае ления биологии может быть уже поезд души. Душой занимаются, можно говорить о том, что религиозные направления занимаются духовными практиками? В первую очередь они должны заниматься душой. в первую очередь. Но по-разному же они занимаются. Задача религиозных направлений давать возможность человеку соединиться с Богом. Стать ближе к Богу. Стать ближе к Богу не только всеобщему, а к тому, который называется в Библии искра Божья. Это как раз тот Бог, который внутри нас. Много ли вы знаете религиозных организаций, которые это стоят во краю угла? Соедини человека с Богом. Это большой вопрос. Я поэтому и говорю не организации, а направлений, чтобы никого не обидеть и не задеться, так скажем. Но я просто к тому, что вы говорите уже на исходе нашего биологического существования нашего тела. Во всех практических религиях есть практики приглашения какого-то религиозного деятеля в постели умирающего в различных поливидиях по разному пояснению. Это можно связать с тем, что вы говорите? Или это какая-то другая практика? В какой-то мере, да. Если священнослужитель приходит и человек раскаивается искренне в том, что он совершил и признает свои ошибки, тогда это для души очень ну скажем большое дело. Да, она как бы все-таки на завершении своего жизненного этапа она признала свои ошибки, она раскаялась и она приняла решение их не повторять. Если это искренне на уровне души, это значит урок выучен или полностью или почти выучен. Но мы же знаем о других ситуациях. Когда человек приходит в церковь, свечку ставит, регулярно это делает, но его жизнь не меняется, он не раскаивается, он повторяет ошибки. И что еще хуже, он считает, что даже если он ошибся, он в следующий раз придет, расскажет батюшке, и батюшка скажет, все, твои грехи сняты, и ты прощу. Иди и не греши. Но это более поверхностная теория. Если же мы говорим о том, чтобы душа отникла в уроке, она это может сделать только тогда, когда она изменилась. Не когда кто-то ей сказал, ну все, ты прощена, иди. Нет, а когда она осознала свои ошибки, увидела, в чем они заключаются, исправила их и подтвердила это на практике. А нужно для этого, собственно говоря, священнослужить? Для чего эта практика внедрена? То есть человек может сам себе... На определенном этапе, благодаря религии, человечество не скатилось в первобытное слое, не поубивало друг друга. Благодаря религии, которая говорила не убей, внушала это, человечество осталось живым. Это этапу, когда это было необходимо. И во многом духовное воспитание было заложено и поддерживалось религиозными институтами. А посмотрите, что произошло с революцией в России, когда религиозные институты были разрушены. Я имею в виду даже немножко по-другому. С одной стороны, мы говорим о развитии души самой собой. Ей никто не нужен, чтобы развиваться, чтобы расти над собой, чтобы осознать свои ошибки, чтобы принять решение, так скажем, так больше не делать. Но при этом всегда человек ищет, кто бы его услышал в этом. То есть, как бы он кому-то дает обещание, или кто-то должен ему это разрешить, что ли. Вот в этом аспекте я хотел уточнить, как мы... То есть, это действительно нужен кто-то... Человек-животное социальное, так скажем. Душе тоже нужен какой-то другой подход, чтобы это как принять, поставить печать. Опять же, мы уже говорили о том, что есть души, которые более молодые, а есть души более опытные, а есть старые души. Вот в старой душе уже все понятно. Вот она соединяется с Богом, внутри себя, с искрой Божьей, она ее ведет. Она под руководством Бога себе. И это руководство позволяет ей полностью соблюдать законы, мирознания, которым она живет. Средние души, они к этому идут и они ищут знаний, наставников, которые помогли бы им выйти на это руководство. Начальные души, они от этого далеки, они еще должны получить опыт, который им нужен на начальных стадиях. И поэтому, когда мы говорим, нужна ли душа, нам нужно понимать, какой души. Они же все разные. Они создавались с разными целями и задачами. И у них разный опыт воплощений в этом мире. Та, которая много воплощается, она быстро адаптируется. Та, которая немного воплощается, она теряется. Ей ее нужно направлять, ей нужно что-то подсказывать. Она все время там шишки набивает. Поэтому это нет универсального решения. О какой душе мы говорим? Начальная, ей нужен наставник, ей нужен опытный какой-то руководитель, более зрелая душа. Средняя, на определенной стадии тоже нужно, чтобы научить. Высокоразвитые. Только ей подсказали, она сразу сообразила, все поняла и сказала спасибо, пошла дальше. Здесь есть, могу вспомнить, высказывали Людмила Федоровна Васильевна, она беседовала, тоже любит повторять, что сорняки растут сами. Чтобы вырастить что-то, розу или плодовое дерево, надо за ним ухаживать, надо создать условия, надо ему помогать расти и развиваться. Такой вопрос, что вам помогало на вашем пути, кто или что на вас повлияло, может быть, какие-то книги, люди, события, современные либо прошлые. Одна часть вопроса. И вторая часть вопроса, что бы вы рекомендовали тем, кто хотел бы расти над собой, возвышаться, развиваться, что-то почитать, что-то посмотреть, куда направить свое внимание. Перед тем, как я отвечу на эти два вопроса, я хотел бы еще добавить по предыдущему. Вот буквально перед нашей встречей я разговаривал с выпускницей пятого класса, это год назад, которая завершила сессию со своим наставником. Что она сказала, выйдя? Она сказала, ну я очень довольна, что мы разрешили те вопросы, которые меня интересовали, надо было, ах, как это трудно делать, разбираться в себе, как это непросто, намного легче найти виноватого. Или назначить. Да, назначить, намного легче отмахнуться от этого. Это человек, который прошел Пушкиной звезды о психопрактике говорить, понимаете, который уже год работает, она работает, и вот теперь она понимает, что это труд. и я бы хотел донести до слушателей, что за вас этот труд никто не сделает. Вас могут научить, вам могут подсказать, но за вас это никто не сделает. И с моей задачей я вижу как раз дать информацию, дать инструменты, обучить слушателей, которые проходят, курсантов, которые проходят кинезио-севую психопрактику, научить, чтобы они в первую очередь умели работать с собой, понимать себя, гармонизировать себя на самых разных уровнях, структурный, висцеральный, краниальный, энергетический, меридиональный, чакральный, полевой, эмоциональный, ментальный уровень, духовный уровень, знаете, чтобы они это могли тестировать, чтобы они могли это отслеживать, чтобы они могли поддерживать равновесие, вовремя отслеживать те сигналы, которые они получают. И даже умея и зная это, они приходят к наставнику и прорабатывают что-то вне сферы их сознания. Все равно что-то есть, что-то поднимается. И они говорят, это действительно трудная работа. Поэтому, вспоминая ваш вопрос, каждый ли может стать кинезиологом? Ну, насчет кинезиолога я не буду отвечать. Я сказал, кинезиологу психопрактикам. Не каждый. Потому что очень многое нужно понять, разобраться, изменить себя нужно. И все курсанты, которые приходят, они работают в первую очередь над трансформацией себя. И они меняются радикально. На первых семинарах смотришь слезы, им жалко себя, они такие, вспоминая свой прошлый опыт, бедные, несчастные, как мы это все пережили. А к завершению они говорят, какой замечательный опыт, какой мощный ресурс. Я хочу обратить внимание, что полноценная глубокая работа заключается в том, чтобы не просто примирить человека своим прошлым опытом и сказать, ну ладно, он закончился, не вспоминай, отпусти и не дальше. Это адаптационный уровень. Более высокий уровень заключается в том, чтобы весь прошлый опыт, который был, даже самый неприятный, увидеть как ресурс, как потенциал, который был дан с любовью человеку, божественной системой на земле, извлечь из него все, что можно и вспоминать с благодарностью. Вот это высший пилотаж, я считаю. Теперь возвращаемся к тому, что меня вдохновляло. Меня вдохновил в восьмом классе Амосов. Там были передачи. Доктор, кардиолог, известный хирург. Книги прочитал я его две, связанные с сердцем. И возгорел желанием также вот спасать и помогать другим людям. В десятом классе мне попал в руки Огонек. Это был 82-й год. Где я прочитал про Порфирика Неча Иванова. И загорелся тоже вот, обливался, голодать целых две недели. Я обливался в ванной. Голодали? Не голодал, не обливался в холодной воде. Потом это все как-то вот сошло на нет, но земло было посеяно. Я поехал поступать, попробовал поступить в академию, но с литературой мне, как говорится, не удалось пройти экзамен военно-медицинскую. И я поступил, значит, в Вечниковский институт. И там я познакомился с человеком, который тоже очень интересовался Порфирик Неча Ивановым. И мы вместе с ним буквально с самого первого курса обливались до окончания. Еще год потом я обливался и голодал. А что это дало? Это дало устойчивость определенную к голоду. Это дало бесстрашие к холодной воде. Ну, то есть, если ты упадешь в холодную воду и вдруг начнешь тонуть, ты это воспринимешь как приключение. Это не значит, что тебе это достает удовольствие. Но, по крайней мере, это тебя не напугает. Еще и студенческие годы-то хорошо голодать. Да, я был членом клуба Мевских моржей. Да, у них офис в виде банки и раздевалки находился прямо под стенами Петропавловской крепости. И вот мы там собирались, купались, возвращались. То есть, было очень весело, да, в этом плане. Ну, это то, что я вспоминаю с радостью, с удовлетворением. Дальше, что мне помогло? Дальше мне помогло знакомство с разными направлениями. Ну, меня заинтересовала работа йогов, да, то есть, йогический подход, открытие центров энергетических. Меня заинтересовала медитативная техника. Я их начал практиковать. И весьма успешно, за час-полтора, мне удавалось превратиться в светящийся сгусток света, в котором мне чувствовалась материя. Ну, этого хватало один, два, три дня. Через неделю, через две, все возвращалось на груди своя. И я понял, что без дальнейшей работы с программным обеспечением все будет так продолжаться. И дальше начался тот этап, о котором я уже рассказал. То есть, изучение различных направлений психологии и так далее. Если рекомендовать все-таки, знаете, как все любят конкретику. Делай раз, два, три и будешь счастливым, здоровым, богатым, успешным и так далее, и так далее, и так далее. Кто что себе желает. Вот если в плане рекомендаций, на что обратить внимание? Ну, желательно какие-то конкретные две, три, может быть, книги работы автора, может быть, семинара, направления. Если вы хотите существенно, я повторяю, существенно раздвинуть рамки своего восприятия того мира, в котором мы живем, на первое место я бы поставил книгу «Урантия». «Урантия»? «Урантия». «Урантия». То есть там, в плане понимания того мироздания и той системы, которая все это создает и поддерживает, очень хорошо описано. На втором месте я бы поставил работы наших российских авторов. Это Лариса Александровна Секлитова и Любовь Леоновна Стрельникова. Это дочь и мать, которые написали очень много книг, и сейчас у них вышла серия «Золотой век человечества». Почитать о душе, о создании человека, о том, как все взаимосвязано. Очень полезная для развития литература. Она очень высоко вибрационная. И предупреждаю, что вот просто так взять ее и как электристику почитать не получится. То есть к ней нужно адаптироваться и не переживать, что если вы там начали читать «Сон потянул», это нормальная защитная реакция. То есть вот это те направления, которые бы, конечно, я порекомендовал. Естественно, если вам интересна работа с телом, работа с психикой, ну работа с телом – это стеопатическая литература, сейчас очень доступна. По крайней мере, ознакомиться, какие есть направления. Очень много книг сейчас по преподавной кинезиологии. Да, то есть тоже почитать. Ну, это как бы такие общие. Какие-то конкретики от вас, любимые, как говорится, авторы, да? Мне очень понравилось в свое время, даже я прошел семинар, Фрейм Кисло, австрийский, ну, скажем так, наставник. Лиана Стайбл тоже бы я рекомендовал почитать. Но опять же, эта литература заинтересует уровень души средний и высокий. Вначале она не заинтересует. Ну, что еще можно порекомендовать? Я думаю, в принципе, если так на ум не приходит. Убраам Михаил Альбаевхов, болгарский учитель. Я не рекомендую художественную литературу, потому что по вибрационным характеристикам она на порядок ниже. Ну, техническая там какая-то другая литература, по мере надобности. Ну, я думаю, что уже достаточно, да? Ну, конечно. Потому что те же Устрельниковы, да, и Сефитовы, у них целый ряд книг. Так что, кто интересуется, найдет что читать, изучать и погружаться. Там и одну книгу можно читать достаточно долго, если в нее действительно вникать и понимать, о чем там написано. Как Вы считаете, так уже завершая наш с Вами диалог, насколько мы близки к тому, чтобы перейти, как Вы говорили, в новую эру развития? То есть, это произойдет завтра? Мы уже в процессе перехода. Это уже происходит сейчас? Да, это уже происходит. Меняются вибрационные характеристики. Ну, вот буквально этой ночью в 2 часа была мощнейшая вспышка на солнце. И в 9.30 повторно. И на прошлой неделе были. И эти вспышки возмущают электромагнитное поле Земли. Соответственно, электромагнитное поле Земли меняет характеристики решетки магнитной. Изменение характеристики магнитной решетки Земли тут же меняет характеристики магнитной решетки нашей биологии, нашего ДНК. И идет постоянная трансформация. Другое дело, мы можем помогать этому или мешать. И, к сожалению, а может быть и к радостью, в шестую, ну скажем, расу будут переходить те души, которые соответствуют этим требованиям, этим характеристикам. То есть те души, которые привели себя более-менее в гармоничное равновесие, состояние. Научились управлять своими мыслями, чувствами, поведением своим. Это то требование, от которого мы никому не уйти. Надеемся, что наша с вами беседа, темы, которые мы сегодня подняли, кого-то, может быть, растормошат, кого-то направят, кому-то помогут оставаться вместе с общей тенденцией развития человечества. И, потому что, как вы правильно сказали, наша задача просвещать, просвещать в том числе и в этом направлении тоже. Информировать. Те, кто знал, может быть, что-то узнал новое, те, кто не знал, может быть, задумаются. И за это я вам благодарен, что вы нашли время, возможность прийти, поговорить, обсудить это. И те советы, которые вы дали, я думаю, что будут многим полезны. Спасибо огромное, Вячеслав Иванович, за беседу. Благодарю, Александр Иванович. До новых встреч. Надеюсь, что это было полезно. И я уверен, что какие-то информационные зерна уже нашли или найдут свою благодатную почву и свое время дадут свои ростки и свой урожай. Спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо. 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 Спасибо.